А спонсором данного видео является... Мой прайс-лист, с помощью которого вы можете заказать у меня дешёвую рекламу, а теперь... Первое. Да, я продался. И второе. Нет, пиарить отбитую парашу я не буду. Только годноту. Но для начала, посмотрите мою. По многочисленным просьбам в комментариях, везде, где только можно, я делаю данный ролик. На удивление, не через месяц, так как писать сценарий, монтировать, снимать это очень долго и нудно. Мы быстренько пробежимся по самому главному, и я лишь покажу вам основные вещи, которые используют спидранеры в своих... Спидранах. Многие, наверное, думают, что это пипец, как сложно и требует большой сноровки и опыта. Вы ошибаетесь. Представляете, даже я смог этому научиться за кратчайший срок. Как? Все последующие трюки я буду производить в Half-Life 2, старой и новой версии. Большинство из них можно юзать также во всех одиночных играх на движке Source до 2010 года. Приготовьтесь подтягивать вашу матчасть и принять то, что ваш мозг может первые полчаса послать вас нахер. Спасибо крупнейшему спидранс-сообществу на движке Source за предоставленные термины и их русское значение. Чтобы вы знали, для Half-Life 2 существуют две основные версии. Одна, 2004 года, в которой делать распрыжку сможет и младенец, у которого даже рук нет, а может и ног. Другая, современная, на новом, в кавычках, движке, которая сейчас продается в Стиме. Я буду сравнивать все отличимые аспекты этих двух версий. Начнем с главного. Bunnyhop, aka Bhop, aka распрыжка. Объяснять это, думаю, не стоит. Как его делать и с чем его едят? Ну, слушайте внимательно. Вы берете и... Постоянно прыгаете вперед, тем самым наращиваете скорость. Пизинах! Так как абсолютно все наши трюки связаны с прыжками, которые нужно выполнять со скоростью света, я рекомендую забиндить прыжок на прокрутку колесика мышки. Уверен, что когда Valve увидели этот ужас со скоростью, у них случился инфаркт, и именно поэтому спустя несколько лет они патчат этот бред. Создав при этом новый баг, который позволял набирать скорость еще быстрее. Ускоренная распрыжка задним ходом, АБХ, это баг, являющийся основным способом передвижения в играх на движке Source версии Orange Box. Сейчас я вам нудно зачитаю инструкцию. Разверните спиной по отношению к выбранному направлению движения, прыгните назад, зажмите кнопку присесть, и продолжайте прыгать в момент касания земли, чтобы сохранить и увеличить свою скорость, вам нужно будет отпустить направляющие кнопки. Вы можете изменять направление движения, поворачивая камеру и нажимая соответствующую клавишу стрейфа. Также вы можете прыгнуть вперед, в полете развернуться на 180 градусов и продолжить распрыжку. А теперь не менее нудное объяснение. При превышении предела скорости, 320 единиц в секунду, игра замедляет вас в момент приземления, отнимая определенное количество скорости для возвращения к 320 ЕС. По умолчанию игра думает, что вы двигаетесь вперед, поэтому, когда вы превышаете предел скорости, она попытается оттолкнуть вас в противоположном вашему взгляду направлении, чтобы вас замедлить. Если вы же двигаетесь назад, это только увеличит вашу скорость. Поэтому, чем быстрее вы двигаетесь, тем больше силы игра приложит, чтобы вас замедлить, и тем больше станет ваша скорость, бла-бла-бла. Также существует несколько способов увеличения скорости, схожих с АБХ, подробнее можете почитать по ссылке в описании. Wall Climbing. Работает весьма одинаково на всех версиях игры. Смысл заключается в том, что вы берете любой физический объект, упираете его к стене, забору и тому подобному, садитесь на него, но при этом откидываете свой взгляд в сторону препятствий, и начинаете бесконечно нажимать клавишу Е и прыжка. Как мы видим, все работает аналогично из стимовской версии. Проб Флайинг. Такая же шняга, что и Wall Climbing, только в этот раз мы его используем для полетов. Опять же, берете любой объект, встаете на него, смотрите вниз, прыгаете вперед и повторяете те же действия, что и раньше. К сожалению, этот глич на стимовской версии сильно ограничен, хотя, наверное, и в этой версии к нему можно найти применение. Хз вообще. Ну, на самом деле, это все, что нужно знать обычному юзеру. Напоследок, расскажу парочку фактов. В старой версии 2004 года можно нажимать кнопки через стену. Мелкие пропы имеют коллизию, значит, их можно использовать для проп Флайинга. Телепортинг – это баг. Если заблокировать путь МПС во время начала его движения, то он просто телепортируется в самый конец своего похода. Всю эту муть по типу «Эджбаг», «Стакджампинг», «Коллижен бустинг», «Клиппинг» я осведомлять не буду. Кому интересно, сами могут во всем разобраться. Если у вас есть вопросы, не бойтесь их задавать. И если помог, или вы узнали о чем-то новом, с вас банальный лайк, подписка и прошу, нажмите на колокольчик. Ну и всем до скорого, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok